всем привет меня зовут роберт и вы на канале роберт русский и сегодняшнем видео я хочу сделать обзор на приложение робин гуд 2024 год и небольшая отступительная часть этого видео всем спасибо кто смотрит мой канал спасибо за все комментарии которые вы пишете я понимаю что я давно уже не снимал видео потому что был некий период когда я не мог этого делать но сейчас я продолжу снимать видео и надеюсь они будут вам интересны и полезны я постараюсь внести что-то новое в эти видео и чтобы не стали еще более информативным чем были до этого а теперь поехали в приложение как вы можете видеть сейчас в приложении портфолио составляет 2494 доллара и сколько-то центов они каждый раз меняются поэтому не буду называть точную цифру если смотрели мои видео до этого особенно мою одно из первых видео полного приложения робин гуд вы можете заметить что портфолио немного отличается от того что было и это связано с тем что я провел эксперимент по выводу денег из приложения робин гуд довольно большие суммы что по основе я бы заплатил с того что я вывел с приложения робин гуд какие вообще были бы изменения если ты выводишь деньги из робин гуда или закидываешь их обратно но сейчас мы поговорим о том что изменилось приложение робин гуд и сделаем взор на то как можете использовать это приложение максимально и в этом приложении как и всегда здесь ничего не поменялось вы можете видеть графики того как ваше портфолио меняется и какой у него профит или какие потери за некоторые промежутки времени как например сейчас можем видеть что за день она упала на 056 процентов или 053 процента за неделю на 587 за месяц на 533 какие получаются не очень приятные графики но дальше мы можем видеть что за три месяца она поднялась на одиннадцать процентов с начала года но поднялась на 9 процентов ю тидис это наименование обозначает сколько ваше портфолио выросла в цене с начала года если вы хотите вы можете провести график и увидеть что она считает с 1 января по текущую дату по 16 апреля и дальше может видеть сколько она выросла в процентах за год это имеется ввиду за год с текущего дня то есть 16 апреля 23 года по 16 апреля 24 года и за все время с момента когда я начал инвестировать для меня это 8 марта 21 года моё портфолио выросло на 39.65 процентов то есть можно сказать на 40 процентов и здесь если вы пролистаете ниже они немного изменили вид и опции которую можете видеть сразу на главном экране так что сейчас под низом вы можете увидеть вашу покупную способность что в моем случае это ноль по большей части это те деньги которые вы сами внесли в приложение либо же это те деньги которые накопились вам с дивидендов с вашей акции которые вам платят в течение какого-то времени каждый месяц каждые четыре месяца или может быть даже один раз в год все зависит от того какие акции вы имеете своем портфолио дальше вкладка называется кэш по сути это тоже самое что и покупная способность просто здесь более четко расписано когда у вас деньги лежат робин гуде например предположим это 10 долларов или давайте чтобы было легче 100 долларов то вам каждый месяц этой суммы в зависимости от того к этому сумма лежит платится процент и если вы владелец робин гуд gold что является платной подпиской в приложении робин гуд и который расскажу чуть позже вы получаете 5.25 процентов в год с той суммы что у вас лежит но если у вас нет робин гуд gold а вы просто используете приложение бесплатно то для вас это будет 1.5 процентов в год и для меня здесь написано что за этот месяц и интересно я заработал 0 долларов потому что я почти не инвестировал последнее время и у меня никаких денег не лежали на покупной способности но даже когда инвестирую у меня практически никогда эти деньги не лежат покупной способности потому что либо закинул деньги сразу купил какую-то акцию либо же деньги что не приходит дивидендов я стараюсь примерно каждую неделю проверять сколько мне приходит и инвестировать обратно какие акции я предпочту дальше это за все время сколько вы заработали интерес для меня это 5 центов какие уже сказал ранее я не особо храню деньги в этой покупной способности и снизу просто сколько вы заработали с интереса и опять же для меня это сейчас 0 дальше они сделали немножко разделение как выглядит ваши инвестиции и сделали отдельно для вашей криптовалюты отделение сколько вы инвестировали в криптовалюту и для ваших акций и если например увидите что моя портфолио составляет две тысячи пятьсот шесть восемьдесят шесть уже 92 а то если мы нажмем на конкретно крипто то мы видим что из этих денег 800 долларов точнее 801 составляет криптовалюта что в моем случае эфириум bitcoin и usdc это по сути эквивалентность одному доллару или грубо говоря доллару то есть у меня один usdc что равно одному доллару как можете видеть usdc никогда не меняется в течение пяти последних лет он как и был один доллар так и остался также у меня инвестировано деньги в эфириум что на данный момент сожалению составляет минус 33 процента от инвестиций или если вы пенулисью долларов это 32 доллара и bitcoin что цена биткоина сейчас составляет 63 тысячи и на данный момент моя средняя цена сорок шесть тысяч и мой возврат с этой инвестиции 138 долларов или 34 процента небольшая информация насчет средней цены средняя цена это по сути сумма всех ваших транзакций определенную акцию или в моем случае в криптовалюту разделенное на количество раз сколько вы купили то есть грубо говоря для меня это 46 тысяч но я не купил сразу условно на 400 долларов биткоина по цене 46 тысяч я просто по чуть-чуть покупал его в разные промежутки времени я мог купить биткоин когда он стоил например вложить 50 долларов и при цене 56 тысяч и также купить на 50 или 100 долларов когда его цена было 34000 и зависимости от этого суммируется и высчитывается средняя цена дальше можете видеть 105 daily movers и поскольку мы сейчас в вкладке криптовалюты здесь показывается все акции или просто криптовалюты которые за последние 24 часа очень сильно поднялись или очень сильно опустились и тут также можете посмотреть все криптовалюты которые доступны в приложении робин гуд открыть список какие у них на текущий момент по сути на текущий день плюсы или минусы дальше мы видим все акции вложенные здесь и чтобы понимали как видите вот сначала у меня сортирована по акциям которые в плюсе от самого высокого до самого низкого и потом те что в минусе как можете видеть минусов довольно много но здесь если вы сравните мое портфолио с предыдущим видео которое снимал до этого у меня здесь намного меньше акции чем было до этого потому что какие сказал ранее я попробовал продать все акции которые были в плюсе то есть по сути все что сейчас плюсе она была до этого в минусе и за несколько месяцев поднялись в цене но как видите не все однако большинство поднялось и некоторые даже и на 28 30 процентов дальше можете пролистать здесь ничего интересного здесь они добавили просто информацию о том что они внесли нового в приложении из основного это робин гуд гол он было до этого но сейчас робин гуд голод они поменяли условия получения кредитной карточки от робин гуда и эту карточку можно получить только в том случае если вы владелец робин гуд голд аккаунт и робин гуд аккаунт дает по сути несколько опций как так сказать несколько бенефитов за что вы будете платить цена робин гуд голд составляет 5 долларов в месяц либо 50 долларов в год вместе с того что вы выберете если вы берете в годовой абонемент точнее если вы берете годовую подписку это на 17 процентов меньше чем если вы платите по месячным и робин гуд голд дает вам доступ к робин гуд gold кэшка что дает три процента кэшбэка на все покупки или же она дает еще пять процентов на travel который вы зарегистрируете через робин гуд аккаунт то есть по сути они сотрудничают с какой-то компании которая позволяет бронировать билеты на самолет если вы бронируете через это приложение которое связано с робин гудом через карточку вам будет возвращаться 5 процентов кэшбэка вот они были достаточно много разных интересных здесь кич которые вы можете использовать с этой карточкой но только опять же при условии если вы будете платить за это только если честно не использую его у меня было до этого карточка робин гуд но на тот момент они не запрашивали то что вы должны за нее платить вы просто оплавились и у вас было робин гуд по сути 9 кашка из которого у вас был в байн пауэр по сути он находился в этой карточке то есть вы могли вам пришли дивиденды вы могли с этих дивидендов например оплатить себе кофе starbucks или что-то в этом духе также они сделали опцию можете инвестировать через робин гуд вы можете создать свой собственный роз или традиционный аккаунт по сути это пенсионные аккаунты я рассказывал об этих аккаунтах в своем предыдущем видео и есть два типа аэре аккаунтов это традиционный аккаунт и росы по сути большое отличие от того от традиционного росы аккаунта что традиционный аккаунт вы инвестируете до того как платите налоги и за счет этого при подаче налогов если вы каждый год туда инвестируете сумму то вы можете уменьшать сумму сколько вы заплатите по налогам за последний год а в росы немножечко работает наоборот вы инвестируете деньги уже после налогов то есть это не дает вам никаких бенефитов от того что вы выполняете налоги и то что вы инвестировали в росы но когда вы выводите деньги из традиционный аккаунта вы платите процент от продажи насколько я помню это где-то приблизительно 10 процентов продаж но в росы аккаунте когда вы продаете деньги в определенных условиях то вы не платите ни цента то есть по сути если ваши акции выросли на тысячу процентов и ваше портфолио изначально было например пять тысяч долларов сейчас она я не знаю 50 тысяч долларов то все эти 50 тысяч долларов вы выводите и не платите ни процента налогов на эту сумму основные условия из традиционного из росы аккаунтов это то что вы не можете выводить эти деньги до достижения 59 с половиной лет но есть некоторые исключения самые большие исключения из правил это покупка первого дома позволяет вам вывести все деньги с аккаунта неважно традиционного роз и не платить с этого штрафа однако с традиционного заплате процент а с рос вы не заплатите даже процента также первая школа ребенка и наверное это такие два основные все остальные условия немного мрачноватые такое как например смерть вашего близкого родственника или какой-то недуг так что если вы инвестируете в такой аккаунт будьте готовы к тому что либо вы готовы что вы снимите эти деньги только 59 с половиной либо вы инвестируете например в этот аккаунт до момента например покупка вашей первой недвижимости и потом как накопление на недвижимость вы снимаете эти деньги это все зависит на ваш выбор как вам удобно но вот такие вот правила и конечно намного больше но это самое основное можем видеть что они также предоставляют вам трансфер то есть вы можете если у вас есть в других инвестиционных аккаунтов какие-то вклады например приложение в был предположим или и корн или еще какой-нибудь то вы можете перевести эти вложения сюда в робин гуд что у вас все инвестиции были в одном аккаунте и наверное самое последнее из основных функций в этом приложении то что вы можете создавать свои листы по сути свои списки желаемых акций например которые вы хотите купить или просто те за которым вы хотите следить здесь сразу по умолчанию есть уже два списка options watch list но это только если вы пользуетесь продаете покупаете опции я этого не делаю так что мне здесь ничего нету также у вас есть айпи оу аксесс айпи оу это те компании которые скоро выйдут на рынок но еще не вышли и сейчас здесь написано что нет новых и пил доступных но вы можете посмотреть те что уже вышли например недавно вышла акция компании рейдинг если вы знаете что это это такое как новостная лента можно сказать и вот они выпустили акции своих компаний если мы нажмем вот сюда в юго рейдинг то мы видим акцию этой компании давайте нажмем здесь за все время она вышла недавно только марте двадцать первого года и начальная цена была 34 доллара потом она взлетела за пару дней до 65 и сейчас остановилась на точке в сорок один доллар то есть купив айпи о то есть новую акцию которая только вышла например рейдинг и вложив туда предположим вы купили одно акцию 34 долларов ваши 34 доллара уже вы выросли до 41 здесь дальше отдельная вкладка для криптовалюта не сделали не знаю насколько это удобно так как вы можете иметь точно такой же доступ и в самом верху вашего приложения может быть кому-то удобно самой средине это аккаунт что я вам рассказывал роз или традиционал аэрей где они объясняют правила того как вы можете инвестировать в эти аккаунты через робин гуд и также они показывают что если у вас есть gold аккаунт то они добавят три процента от ваш инвестируемой суммы как бонус для вас если у вас робин гуд голд аккаунт если у вас не робин гуд голд вы все равно получите один процент от того что вы инвестировали дальше здесь просто показаны какие-то условия и какие-то фишки этого аккаунта это объяснение как это влияет на таксы и тому подобное последняя эта вкладка куда мы уже заходили про их робин гуд голд карточку и сам в конце это просто настройки приложения здесь нет ничего особенного вы можете просто более развернуто посмотреть ваше портфолио например что у меня 66 процентов в акциях 32 криптовалюте и два и те и те и те это как такая корзинка с акциями то есть пример одной самых популярных и тех это и о пол и те и суть в том что в этом и те 500 самых больших компаний сша и инвестируя в этой и те например вы инвестировали 100 долларов это био уйти это по сути эти 100 доллар разделяются на 500 компаний которые входит в это и те таким образом вы не инвестируете например все 100 долларов только в теслу да и например на завтрашний день тесла взяла и упала на 80 процентов и вы потеряли 80 доллар а вы например инвестировали в это и те она разбилась на 500 акций и какие-то там например 300 компаний упали в цене на давайте скажем 30 процентов но оставшиеся 20 поднялись на 70 то есть в среднем вы примерно в плюсе на там я не знаю 15-20 процентов то есть даже если что-то упало что-то обязательно тоже должно подняться и примерно примерно а и те то есть грубо говоря весь маркет акции примерно растет где-то на 8-12 процентов каждый год до бывают исключения например когда корона была тогда вся акции упали на процентов 40 но с того момента как все акции упали вы можете видеть что они также и поднялись на еще больше процентов чем были до этого так что падение бывают но в дальнейшей перспективе если вы планируете инвестировать не один два три года и потом ну все я вывожу свой профит и выхожу отсюда не тогда это немножечко так скажем не для вас но если вы планируете по чуть-чуть каждый год инвестировать на протяжении 10-15-20 может быть и больше лет то вы практически в 100 процентном случае то есть я предположу что 98.99 процентов вы будете в плюсе вот представлен график того как это примерно выглядит чем меньше лет вы инвестируете тем больше риск потери денег и чем дольше лет вы инвестируете тем ниже риск потери денег а также здесь вы можете видеть опции крипто и полную статистику того на что у вас куда потрачено и по большей части еще здесь есть дополнительные настройки но дополнительных настройках вы можете поиграться со всякими опциями например отсюда вы можете инвестировать деньги в робин гуд но легче это сделать на самом деле просто через основную страницу когда вы нажимаете на buy and power вы видите что здесь депозит фанц например я сведу 100 долларов выбирайте с какого аккаунта куда индивидуал то по сути ваш аккаунт робин гуде вы нажимаете review и здесь вы можете поставить как часто вы хотите инвестировать вы хотите сделать 100 долларов только сегодня или же например вы хотите делать недельно каждую неделю то есть каждый понедельник будет инвестироваться 100 долларов два раза в месяц месячной или quarterly это каждые три месяца как вам удобно вы можете инвестировать в приложении на какую сумму вам более комфортно это делать и в настройках также есть такие опции как required investment и кайм сон это если вы выберете определенную акцию например бенди я просто добавляю рандомные акции или например еще какие-то то можете нажать continue и также выбрать когда вы хотите инвестировать сколько вы хотите инвестировать выберите две компании вы инвестировать эту сумму в две компании все на ваш выбор дивиденд реинвестмент я отменил эту функцию она хорошая она довольно удобная вам не нужно каждый раз заходить приложение чтобы реинвестировать свои дивиденды которые вам пришли с вашей компании которую вы имеете но по сути и вот если я щас ее включу то вы можете выбрать какие компании вы хотите чтобы инвестировали а какие нет но я отключил эту функцию по-то причине что мне легче посмотреть сколько у меня накопилось дивидендов и самому выбрать сколько какую сумму когда я хочу куда инвестировать если вам не очень комфортно каждый раз на протяжении каждую неделю или каждый месяц заходить приложение чтобы выбирать куда вы что хотите инвестировать то в принципе это удобная функция потому что грубо говоря пришло вам 2 доллара и 20 долларов или неважно какая сумма например с apple и эта сумма сразу реинвестировалась обратно в apple вы даже не заметили ты не задумывались а apple уже куплено по цене маркета и у вас уже например прирост даже с той суммы что вы только что инвестировали в несколько процентов вам плюс вы ничего не делали и всем все удобно дальше здесь еще есть кэш свой программ если быть проще то по сути это просто то что я уже говорил ваш кэш который лежит приложение если он лежит больше месяца и у вас нет робин гуд гол то вам капает 1 5 процента от этой суммы все это по сути все что здесь есть лендинг я никогда не пользовался она мне доступна но я никогда этого не делал также какие общем трейдинг хотя на самом деле не понимаю почему я второй уровень ни разу в жизни не делал но тем не менее аккаунта марчин это просто стоит по дефолту здесь маржин весна также за его потому что я этого не когда не делал трейд трейд это если вы сделали продажи и покупки акций в течение четырех дней из пяти доступных в понедельник вторую среду четверо пятница не считая выходные то ваш аккаунт могут рассматривать как дэй трейдер то есть что вы продаете покупаете акции в надежде на профиль в этом нет ничего плохого но чтобы быть доступным для дэй трейдинга вам нужно иметь на счету двадцать пять тысяч и любое приложение у вас не считала как дэй трейдера и не блокировала ваши транзакции на какое-то время потому что если у вас меньше 25 тысяч на аккаунте то приложение будет следить за тем чтобы вы не продавали и покупали акции четыре дня подряд в течение пяти дней и иначе она вас будет считать как дэй трейдер но если у вас больше 25 тысяч вы можете продавать и покупать акции в любое время в любом количестве когда он только заблагорассудится по сути двадцать пять тысяч это единственное условие для дэй трейдер сути здесь также вы можете увидеть реферал франс есть по вашей ссылке какой-нибудь человек зарегистрировался в робин гуде и вложил какую-то сумму и то вы и человек который зарегистрировался по вашей ссылке получите какую-то небольшую подарочную сумму от робин гуда так как он зарегистрировался по вашей ссылке сумма может отличаться это может быть как пять долларов таки 200 долларов но условие в том что сумме за год это не может превышать 1500 долларов то есть по сути если несколько людей зарегистрироваться по моей ссылке и предположим за каждую из этих людей мне уже заплатится 1500 или чуть чуть меньше или что-то в этом прямой жутки то после этой суммы я уже не получу никаких денег от того чтобы мои ссылки регистрируются но в принципе это приятный бонус если у вас есть друзья которые хотят начать инвестировать вы можете дать им свою ссылку или мою ссылку как вам удобно и каждый из нас получит какую-то небольшую сумму подарочный робин гуд просто бесплатные деньги почему бы дальше здесь можно видеть история какие дивиденды приходили то есть например увидите что в мае-апреле вот все дивиденды которые мне приходили 43 цента 20 49 7 60 46 90 такс центр очень важная вещь когда вы заполняете свои налоги вы обязательно должны проверять приложение робин гуд такс центр чтобы забрать из приложения вашу налоговую форму на текущий год который вы заполняете и вот как видите документы робин гуд маркс инсталейшн транзакшн но это не совсем то форма для рс которым надо заполнять а вот форм 1099 вы обязательно должны загрузить и за внести свои налоговые декларации эти правились и ничего такого здесь просто создаете какую-нибудь пароль или фейс иди чтобы заходить приложение как бы здесь ничего важного нету также можете блокировать экран если вдруг кто-то имеет доступ к нему и но вы не хотите чтобы он имел доступ тогда вы просто сделаете ресет вашего пароля и можете снова заходить с вашим новым паром в настройках тоже ничего такого однако здесь есть удобная функция beneficiary то есть вы можете добавить до 10 человек которые могут иметь доступ к вашему аккаунту в случае если с вами что-то случилось в принципе здесь больше ничего такого важного нету робин гуд support что тоже полезная вещь если у вас какие-то непонятки или вопросы с приложениями раньше они поддерживали исключительно звонки что было не совсем удобно сейчас у них есть поддержка чат что принципе более упрощает задачу так как вы можете теперь связаться с специалистом по чату это скорее всего будет быстрее и я лично люблю больше связываться с людьми по чату если какой-то конкретный вопрос они могут вам все расписать потому что по телефону иногда когда они вам пытаются объяснять то иногда они поражаются каким-то очень умными словами что можно было сказать и проще но по какой-то причине не говорят слишком такими замудренными словами и вам приходится уточнять у них объяснять гуглить и все такое в чате же вы сразу можете все точно прояснить если надо что-то подгуглить дописать так как по мне проще но кому как тут а возможно любит звонить в принципе дальше здесь ничего нету кнопка логаут и по сути да по сути на этом все вот и так сказать все что вам нужно знать о приложении также еще есть одна довольно важная кнопка точнее две первое это поиск вы можете искать какую акцию которую за блога рассудится например довольно популярный и те в котором ходят 500 самых популярных акций в америке и и так же кнопка уведомлений удаление в большей части присылаются вам когда вы что-то купили или когда вам приходят дивиденды так например мы зайдем в акцию realty income и мы видим последнее сообщение что потому что вы имеете 1.365 акций компании олл в вашем аккаунте на число 28 марта то вам пришла оплата дивидендов в размере 35 это такие мини уведомления довольно полезно проверить что как приходит и также если вы что-то покупаете то вы тоже видите что ваш ордер на покупку в доллар 28 какой-то компании через нашу платформу он подтвержден и вы получили столько-то акций по такой-то средне цене и на сегодня на этом все всем спасибо посмотрел мое видео сегодня если вам понравилось видео поставьте лайк подпишитесь на канал также если вы хотите следить за моими обновлениями и то когда я выпускаю видео нажмите на колокольчик потому что сейчас я буду выпускать намного больше видео и буду стараться больше улучшать канал давать больше информативности на канале так что подписывайтесь буду благодарен и всем спасибо всем хорошего дня до скорых встреч пока